Ну и конечно мы наблюдаем в Европе опасное нагнетание милитаристской истерии. Это в интервью агентству Russia Today заявил министр иностранных дел Беларуси. Как отметил Владимир Макеев, СМИ Старого Света и Штатов полнятся сообщениями о практически неизбежной войне на востоке Европы. У самых границ Беларуси и России наращивается американское военное присутствие. Практически не прекращаясь проводятся учения. Это не может остаться без ответа нашей стороны. В прошлом году между США и Польшей было заключено соглашение в военной сфере о том, что на территории Польши будут размещаться 20 тысяч военнослужащих США, а сегодня уже на территории Польши находятся более 10 тысяч военнослужащих НАТО. Конечно же заставляет нас внимательно анализировать ситуацию и оценивать ее с точки зрения военно-политических угроз для Беларуси. Мы видим, что за последние несколько лет количество военных учений НАТО, военная активность НАТО усилилась втрое. И естественно в рамках наших договоренностей с нашим союзником Россией, в рамках существующей региональной группировки войск, мы будем стремиться вырабатывать соответствующие адекватные ответы на рост напряженности со стороны НАТО. И то, о чем заявил президент Лукашенко, о том, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, это тоже один из возможных ответов на будущее действие, и возможные будущие действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши. Остановился Владимир Макей на гуманитарном кризисе, спровоцированном у границ нашей страны. В отношении мигрантов Запад и, в частности, Польша, со странами Балтии нарушили все нормы международного права, морали, этики. Министр напомнил, закон требует от европейских стран рассмотрения по существу всех прошений беженцев об убежище. Вместо этого к ним применяли насилие, которое влекло за собой увечья и даже смерть. По всем международным законам, международным канонам, нормам международного права, та или иная страна, в которую попал мигрант, обязана рассмотреть прошение о предоставлении вида на жительство или о предоставлении убежища. В данной ситуации ни Польша, ни страны Балтии даже не рассматривали такую возможность. Более того, они избивали этих мигрантов, иногда и убивали, и их мертвые тела перебрасывали через границу на территорию Беларуси. И, естественно, мы не можем в данном случае говорить о том, что Польша и страны Балтии являются государствами, олицетворением демократии. Владимир Макей призвал коллективный Запад к отказу от языка вражды и соблюдению своих международных обязательств, в том числе в отношении мигрантов. Любые разноглазия должны преодолеваться в ходе переговоров, а война, пусть лишь холодная, способ не столько решить, сколько умножить проблемы. Продолжение следует...